Фильм переведен и озвучен при содействии интернет-магазина семян деревьев «Мой лес». Украсим родину деревьями. Работаем с 2013 года. Всем привет! С вами Джефф Лоттон. Я нахожусь на ферме Кадури в Гонконге. И это, вероятно, старейшее на сегодняшний день образцово-показательное пермакультурное хозяйство. Этому образцовому хозяйству почти 60 лет. Оно невероятно грамотно спланировано и содержит в себе целый ряд интересных элементов, которые стоит изучить. А ведь изначально на этом участке не росло ни одного деревца. Субтитры создавал DimaTorzok И вот я в Гонконге, а точнее в знаменитом хозяйстве Кадури, расположенном неподалеку от материковой части Китая. Это поразительное демонстрационное пермакультурное хозяйство, которому уже 58 лет. Площадь участка составляет 148 гектаров. Впервые я побывал здесь 4 года назад. Я проводил здесь обучающий курс. И знаете, это место произвело на меня неизгладимое впечатление. Я считаю, что Кадури – лучшее на сегодняшний день образцовое пермакультурное хозяйство на Земле. Поражает то, как грамотно были проведены подготовительные работы. Планирование участка сделано на высшем уровне. При этом Кадури находится в центральной части Гонконга, в то время как основная экономическая деятельность на полуострове традиционно велась в районе крупных бухт. Центральные же районы Гонконга всегда охарактеризовались менее благоприятными экономическими и климатическими условиями. Но этот проект остановил дальнейшее опустынивание территорий, несмотря на то, что изначально ландшафт этого места представлял собой голые крутые склоны, на которых практически не было растительности. А теперь это сокровище природы и пример устойчивого органического землепользования. Здесь, среди рукотворного леса, мы можем любоваться невероятным каскадом прудов с водопадами. Обратите внимание на то, как солнечный свет, отражаясь в воде, причудливо отбрасывает блики на листву деревьев. Это самая верхняя запруда на ферме. Она была построена в 1959-м. Тогда это был всего лишь пустынный каменистый склон Халмана, которым ничего не росло. Мы находимся с вами на 22-й параллели к северу от Кватера, это субтропики. В зимний засушливый период поток воды немного замедляется. Однако эти пруды никогда не осушаются, и для полива используется только избыток воды, ведь эти водоемы – среда обитания черепах. Два вида черепах считают этот водоем своим домом. Здесь даже предусмотрена вот такая лестница для черепах, чтобы они всегда могли вернуться домой. Стенки водоема сделаны из камня и бетона. Вода течет по камням и наполняет пруд до краев, а затем уходит по уровневому переливу и попадает вот в такой фильтр. Очищенная таким образом вода используется для полива хозяйства. Это перелив, и здесь мы можем видеть, как вода, стекая по стенке, проходит сквозь металлическую сетку фильтр. Через эту емкость проходит вся вода, используемая для ирригации фермы. Находясь в спокойной атмосфере леса и слушая восхитительные звуки природы, сложно поверить в то, что это рукотворная система. Все пропитано чувством умиротворения, которое можно испытать только на природе. Это особенное место. Благодаря этой металлической лестнице открывается обзор на террасы с каменными подпорными стенками. Масштабы проделанных здесь работ просто поражают. Это все сделано на крутом отвесном склоне, уклон которого составляет 2 к 1, 63 градуса. Такие условия требуют создания действительно серьезной инфраструктуры. Но как только были построены стены, склон был прочно укреплен. На нем появились ровные террасы, на которых можно работать. Это пример того, чего можно достичь, даже если ваш участок находится на склоне. Здесь мы видим крайне продуктивное сочетание плодовых растений. До самого низа склона созданы такие террасы, засаженные подобным образом. Здесь гуава, а тут цитрусовые. Очень интенсивное выращивание фруктов. Все плоды обернуты в защитную сетку, чтобы обеспечить высококачественный урожай, и чтобы никакие насекомые и плодовые мушки не добрались до плодов. Вот, посмотрите, это ловушка для плодовых мушек. Там уже полно мух. Внутри висит приманка, и попадая в бутылку, насекомые тонут в воде. Спускаясь вниз по многочисленным ступенькам террас, мы переходим из фруктового сада в зону выращивания овощей. Несмотря на сильный уклон местности, обратите внимание, как хорошо тут растет батат. Здесь и китайская капуста букчой, и малобарский шпинат. Тут у нас тыква и вьющиеся огурцы. На другой стороне растет окра, манек, таро, имбирь. Это невероятно продуктивная система террас. Это огромное количество еды. Здесь овощами засажено еще несколько уровней террас. Мы находимся на искусственно заболоченном участке. Фактически это тростниковые грядки. Здесь уложен толстый слой гравия, сквозь который фильтруется вода. Все полезные вещества и минералы всасываются тростником. Растения связывают углерод как через анаэробные корни, расположенные в воде, так и через надземные части растений. В процессе фотосинтеза связываются нитраты, и на выходе мы получаем чистую воду. Я нахожусь посередине тростниковой грядки, которая, по сути, представляет собой водно-очистное сооружение. Сквозь эти заросли проходят черные стоки от человека, а также навоз животных, и в итоге очищаются. Все питательные вещества переходят из воды в зеленую биомассу растений, которую в дальнейшем можно компостировать. Это биологическая система очистки. Это будущее всех систем очистки черных и серых вод нашей планеты. А это компост. Он приготовлен исключительно из сырья, полученного на ферме. Разнообразные растительные остатки предварительно измельчаются в специальной дробильной машине, а затем смешиваются с навозом местных мулов, кур и свиней. В процессе созревания компост периодически помешивает и переносит с места на место при помощи вот такого мини-погрузчика. Температурный датчик показывает, когда необходимо произвести перемешивание кучи, а консистенция подскажет, когда компост готов для использования на ферме. Это очень хорошо спроектированная установка для получения биоугля. Это топка. В ней и разжигается огонь. Мы имеем дело с очень высокими температурами, поэтому между внутренней и внешней стенками установки предусмотрена вот такая термоизоляция из песка. А вот и дымоход. Жар без доступа воздуха поступает во внутреннюю камеру. То есть жар очень высокой температуры проходит сквозь древесину прямо в эту трубу. После путешествия по трубе газы попадают в конденсатор, который охлаждается при помощи воды. Благодаря этому древесное масло, терпианы и ацетон выпадают из дыма в осадок. Хотя на самом деле это вовсе даже не дым, это горячий поток газов, содержащий остаток древесных масел. Так вот, эти вещества попадают в емкость, установленную внизу конденсатора, откуда они вытекают вот в эту бочку. Так получается древесный уксус, который используется в качестве пестицида. Эта установка захватывает древесные масла, ацетоны, терпены. Из конденсатора вытекает древесный уксус, а вся эта древесина превращается в биоуголь. То есть вот этот материал превращается в этот материал. Это очень чистый уголь. Если я проведу по нему пальцем, он, конечно, испачкается, но очень легко отмоется, потому что в этом угре нет масел. Это очень чистый биоуголь. Абсолютно все масла из него удалены в процессе сухой перегонки. Причем на выходе из конденсатора мы имеем древесный уксус. Биоуголь – это уголь, из которого полностью эстрагированы все масла. Такой уголь нельзя повторно поджечь, ведь из него извлечены все масла, терпены и ацетон. Получившийся уголь – прекрасный, влагоудерживающий материал, который также может служить местом обитания полезных почвенных организмов. Так что, добавляя такой биоуголь в почву, мы создаем дополнительное место обитания для полезных почвенных микроорганизмов. А ведь именно они и выращивают нашу еду. Одним из видов деятельности этого хозяйства является питомниководство. Именно этот питомник, где мы сейчас с вами находимся, предназначен исключительно для выращивания местных растений. Здесь мы видим саженцы деревьев, которые являются эндемичными видами для Гонконга. Это первый питомник эндемичных видов растений, семена для него собирались из местной дикой природы. Также интересно то, что многие из этих деревьев перед высадкой в открытый грунт пересаживаются в более крупные специальные воздушные контейнеры. Благодаря этой революционной технологии деревья очень быстро идут в рост и развивают множество боковых корней. Корни в таких контейнерах не закручиваются по форме емкости, а дерево растет здоровым и ровным. Воздушный контейнер EarPod – революционное решение для любых питомников. Внешняя поверхность контейнера выполнена в виде шипов, обращенных наружу, с отверстиями на концах. Дно контейнера также полностью покрыто отверстиями. К тому же оно не касается земли. То есть, когда контейнер стоит на земле, это не создает такого анаэробного нижнего слоя. Корни растения движутся к воздуху, и происходит воздушная обрезка как снизу, так и по сторонам. Таким образом, у деревьев развиваются ровные боковые корни, растущие от центрального корня во все стороны. Это и есть природная форма корневой системы. Когда здоровое дерево растет вот в таком контейнере, а затем вы высаживаете его в открытый грунт, а оно начинает очень быстро расти, потому что его корни не закручены, не сплетены, не спутаны. Такому дереву не придется выравнивать свои корни. Еще одним преимуществом такого контейнера является его разборность. Когда вы пересаживаете дерево, вы можете легко вытащить корневую систему вместе с комом, не повредив ее. К тому же, благодаря плоской форме, в разобранном виде такие контейнеры удобны в транспортировке. Размеры глубину контейнера можно регулировать. Вы можете установить съемное дно на любой нужной вам высоте, благодаря шипам, направленным внутрь контейнера. Выглядит такой контейнер немного странно, но он отлично справляется со своей задачей и способствует созданию здоровой корневой системы. Вам просто надо развернуть контейнер и установить дно на нужную вам высоту. Это революционное решение в посадке деревьев. Такие технологии позволяют питомникам выйти на качественно новый уровень, повысить приживаемость и ускорить рост растений. Ведь не важно, сколько деревьев вы посадили. Важно то, сколько из них прижилось. Я считаю, что озеленителям нужно платить не за количество высаженных деревьев, а за количество выживших. Это великолепно продуманный образцовый пермакультурный огород. Здесь повсюду установлены информационные таблички, подробно объясняющие, что к чему. У каждого элемента в этом огороде своя важная роль. Все грамотно скомпоновано. Функциональность и эстетичность здесь, ну, просто на высшем уровне. Это классический пример создания дорожки внутри грядки, замочная скважина. Здесь в качестве почвопокровника использован многолетний арахис пинта. Так как он занимает все предоставленное ему пространство, прополка здесь на дорожке почти не нужна. На самой грядке растет шпинат, перила и другие травы и зелень. С этой стороны у нас съедобная хоризонтема, ее добавляют в чай. И такие функциональные композиции размещены по всему саду. Отличный контроль кромок. Великолепные природные узоры. Продуктивные растения повсюду. И все это выглядит весьма опрятно. А вот пример того, как правильно организовывать огород в условиях маленького участка. Ключ к биоинтенсивным посадкам – грамотное комбинирование культур. Смотрите, и тут все подписано. Мы находимся на нижних террасах. А вот и скамеечка. Даже две. Можно отдохнуть и насладиться видом. Небольшой пруд, банановый круг. Разные виды плодовых деревьев и кофейные деревья в нижнем ярусе. Гибискус – это своеобразный многоярусный мини-сад. Это живая изгородь из кустов зеленого чая. Ярусом ниже растет перила. А в качестве почвопокровного растения выступает малобарский шпинат. Площадь этого хозяйства составляет 148 гектар. И мы, конечно, не сможем показать вам все, но я думаю, вы поняли масштаб и качество проведенных здесь работ на примере этого демонстрационного участка. Это место ежегодно посещает более 200 тысяч человек. И все это в центральной части Гонконга в окружении промышленных районов Китая, чьи предприятия расползаются как спрут в разные стороны, потребляя огромное количество энергии и невероятно загрязняя окружающую среду. Но это место существует с 1956 года и с каждым годом становится все лучше и продуктивнее. Это живой пример того, как мы можем обратить разрушительные тенденции вспять и направиться, наконец, к устойчивому будущему, которое, как мы видим, не просто возможно, но и прекрасно. Фильм, переведенный и озвучен при организационной поддержке Валерия Го. Группа ВКонтакте «Мир. Устойчивое развитие. Пермакультура» и сайт «Лесосад». Перевод Анна Лещинская. Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин. Мастерская «Зъесим». 2018 год. Интернет-магазин «Семян деревьев». Мой лес. Украсим родину деревьями. Работаем с 2013 года. Фильм, переведенный и озвучен при финансовой поддержке центра «Рояр». «Рояр» — это центр возрождения девяти форм богатства. Если вы хотите научиться создавать пермакультурные и целостные проекты обустройства территорий наподобие этого, но для своих почвенно-климатических, топографических и социально-экономических условий, тогда приглашаем вас на углубленный сертификационный курс пермакультурного дизайна. В итоге вы сможете спроектировать свое родовое поместье, экоферму или даже целое эко-поселение. Благодарим наших меценатов. Ольга Конотоп Анна Терехова Владимир Горшков Павел Бондарев Сергей Абрамкин Редактор субтитров А.Семкин